Вы смотрите итоговую информационную программу в студии Алена Куколевой в начале некоторые темы этого выпуска. На директора санатория Сосновой Борзе ввели уголовное дело. Рязанские МЧСники спасли лебедя. Что такое безбарьерная среда? В следующем году Почта России запустит свой собственный платежный сервис. Он позволит клиентам расплачиваться онлайн как с помощью банковской карты, так и с помощью других электронных денег. Планируется, что это существенно уменьшит очереди в отделениях. Сегодня же Почта быстрым и качественным обслуживанием пока похвастаться не может. В одном из отделений побывала в начале недели Анна Герцовская. Съемочная группа посетила это отделение Почты в 10 часов утра. Организация работала с восьми. К этому моменту общая группа граждан менялась. Кто-то не выдерживал ожидания и уходил. Новые лица становились в очередь. Бардак, мягко говоря, но грубее нельзя. Народ постоянно. Летом чуть поменьше, зимой тут будет вообще не продохнуть. Ну вот стою на иголках. В 11 я должна быть в школе ребенка с третьей, с первого класса. Вот сижу уже 35 минут, прошли 4 человека. Арифметика проста. Придя в очередь, в которой уже стоят 30 человек, люди проводят в отделении как минимум по 2-3 часа. Работники Почты общаются с гражданами только через одно окно. Второй компьютер стоит не у дел. Еще летом через него принимались коммунальные платежи. Теперь по любым вопросам люди стоят в одну очередь. А кто у меня сядет за этот компьютер? Вы, например. Мне тоже работают. Я почту обрабатываю, которая пришла. Ну а почему нельзя организовать, чтобы еще один компьютер работал? Потому что некого посадить сюда. Вот сейчас стажеры отучатся и сядут, будут работать. Когда это произойдет? Через неделю один стажер уже выходит работать. Я здесь работаю с 15 сентября. Здесь так всегда. Еще одной причиной этого коллапса является то, что граждане не могут оплатить коммунальные платежи в другом отделении на площади Попова. Вот сегодня зашла, там сидит заведующая и ее зам, и все, и больше никого нет. Ничего не принимают. Там вообще не работают. Кварплат никогда не принимают. Казалось бы, за квартиру можно заплатить и через интернет в отделении банка. Но пожилые люди привыкли платить на почте. Тем более им здесь возвращают сдачу. Однако эти услуги на почте можно реализовать только до 12 часов дня. Потому что после двух часов люди не могут получить посылки, если будет коммуналку принимать. Все отделение почты уже не первый месяц работает с 8 до 16.00. С перерывом на обед с часу до двух. Как быть тем, кто работает до 6 вечера, неизвестно. Люди, пришедшие сюда в понедельник, разворачиваются и уходят до вторника. Потом также в надежде приходят сюда в среду. С каждым днем очередь только накапливается. Люди уже знакомы друг с другом. В субботу пришла, здесь квартлату не принимали. Думаю, приду в понедельник и никого. И вот еще сижу. В субботу сидела полтора часа и сейчас, наверное, два часа буду сидеть. Если бы отделение работало до 8 вечера, как это положено, тогда многодневная очередь имела бы шанс сократиться. У людей есть свое мнение, отчего здесь все так запуталось. Почему на почте работать некому? Меняются без конца, девчонки здесь без конца. Надо решить тогда проблему, почему они без конца здесь уходят. Значит, зарплаты прибавить им. Может заинтересовать людей, может и зарплату поднять. За 5 рублей никто не будет работать. По словам единственного работающего оператора на почте, к сегодняшнему дню она уже уволилась из этого отделения. На вопрос, почему так долго через нее проходят клиенты, она лишь ответила, что выполняет свою работу. Как долго? Но если подходит с несколькими книжками, от меня же не может человек отойти так, как если бы он был сложной. Оператор почти плачет. Люди в негодовании добро пожаловать в почту России. Люди надеются, что ситуация рано или поздно изменится. А пока от безысходности продолжают находиться в очередях. Прося хотя бы о том, чтобы в отделении прибавилось стульев для того, чтобы просидеть здесь 3 часа. Миллионы россиян ежегодно болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Российская санитарная служба проводит мониторинг. Об эпидемиологической обстановке региональные управления отчитываются еженедельно. В Рязанской области случаев заболевания гриппом пока не зафиксировано. Обычно вспышки гриппозной инфекции носят бурный характер и продолжаются 6-8 недель. Буквально парализует жизнь общества. В среднем один из десяти представителей взрослого населения заражается гриппом каждый год. А среди детей каждый третий. В Рязань грипп придет, по словам сотрудников регионального Роспотребнадзора, в декабре. И для того, чтобы встретить его во всеоружии, необходимо сделать прививку, считают специалисты. На данный момент в области привито 25% населения. Основной сезонный подъем мы ожидаем где-то конец декабря, начало января. Поэтому иммунитет нарабатывается от вакцины минимум 2 недели. И хороший иммунитет это 2 месяца. До 1 ноября у нас вся прививочная кампания должна пройти. И поэтому мы его должны встретить. То есть люди все должны быть привиты. Особенностью этого сезона является то, что ожидается вирус под названием Гонконг. Хотя, по мнению некоторых врачей, это не более чем обычная следующая мутация гриппа. H3N2 – это как раз о чем мы говорим сейчас. Это сезонный грипп, о котором он каждый год у нас регистрируется. Но просто на сегодняшний момент он в таком виде у нас. На сегодняшний день вакцины против гриппа создают отечественные производители. В нашем регионе, например, работает фармакомпания, которая выпускает самые современные и качественные препараты. Об их преимуществах рассказали журналистам сотрудники предприятия. Современный препарат, который выпускает компания Форта, это Ультракт, обеспечивает максимальную защиту от тех штаммов вирусов, которых есть. Получаемые титры после вакцинации в несколько раз превышают нормативы и обеспечивают долгосрочную защиту в течение всего эпидемиологического сезона. Платежи по кредитам, штрафы и долги физлицам. Сотрудники автоинспекции совместно с судебными приставами выявили супердолжника. Василия грузовика остановили на Солочинском посту. В общей сложности его долг составляет рекордные 3 миллиона 900 тысяч рублей. Штрафы за нарушение ПДД, непогашенные кредиты и долги физическим лицам. Сегодня на посту ДПС задержали мусоровоз, владелец которого должен 3 миллиона 900 тысяч рублей. Автомобиль принадлежит юридическому лицу, предположительно хозяину автобазы. Обнаружить нарушителя удалось в ходе совместного рейда ГИБДД и судебных приставов. Еженедельно удается задержать до 10 нарушителей, но сегодня поставлен рекорд по сумме задолженности. На постоянной основе последнее время проводятся профилактические мероприятия сотрудников госавтоинспекции совместно с судебными приставами. На стационарных постах выявляются водители, которые имеют большую сумму задолженности, более 10 тысяч рублей. При этом судебные приставы вправе оформить на месте изъятие транспортного средства, если оно принадлежит физическому лицу. У владельца мусоровоза есть 10 дней на погашение задолженности. В течение этого времени машина будет находиться на ответственном хранении у представителей банка. В противном случае автомобиль будет конфискован. Всего в Рязани числится более 75 тысяч должников. Вычислить их удается благодаря 78 камерам видеонаблюдения, установленным по всему городу. На помощь сотрудникам также приходят мобильные приложения «Безопасные дороги Рязани» и мобильный розыск. Нам поступают сведения о том, где проехал нарушитель. Мы с сотрудниками ГИБДД, то есть сотрудник ГИБДД останавливает автотранспортное средство. Мы еще раз перепроверяем, действительно ли у нас в базе данных имеется данный должник. Человек может оплатить задолженность на месте. То есть по квитанции у него принимаются денежные средства в сумме задолженности. Либо, к примеру, если человек едет на каком-нибудь Мерседесе, и у него сумма задолженности всего-навсего 20 тысяч, естественно, Мерседес арестовывать не будем. Но мы вполне можем арестовать у него видеорегистратор, например, магнитолу, либо запасное колесо, как вариант. К числу задолженностей в первую очередь относятся штрафы, выписанные за несоблюдение правил дорожного движения. Реже встречаются задолженности по выплате кредитов, алиментов и займов. Основная задача рейда – напомнить людям о необходимости своевременного погашения долгов. Ведь ездить с чистой совестью и не бояться за свое имущество намного приятнее. Для большинства из нас безбарьерная среда – всего лишь сочетание слов. А вот для людей с ограниченными возможностями здоровья – это шанс начать жизнь, в которой они смогли бы свободно перемещаться по городу, посещать театры, а еще заниматься спортом. Манеж юность – тренировка по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы «Орион». Здесь любовь к спорту объединила мальчиков и девочек разных возрастов, имеющих различные проблемы со здоровьем. Ребята с ДЦП, слабовидящие, слабослышащие – самое главное, по словам тренера Галины Муравлевой, найти индивидуальный подход и дать шанс каждому из них реализовать себя в спорте. В последнее время очень много уделяется этому внимания. И в городе у нас стали развивать спорт для лиц с ограниченными возможностями. Мы часто ездим на соревнования, у нас есть возможность и поехать. Нас поддерживает и Министерство спорта, наша Рязанская область. Так как развитие видно, мы не стоим на месте. Развитие по этому направлению ощущают и родители ребят с ограниченными возможностями здоровья. Марина Игнатова, мама воспитанника Галины Муравлевой-Сережи, еще несколько лет назад пыталась привести сына в спорт. Но получилось это далеко не сразу. Зато сейчас мальчик занимается в нескольких спортивных секциях. Тренера перестали бояться брать таких тяжелых детей, как наши. И потихоньку начало все развиваться. Мы занимаемся, например, скалолазанием, футбол. У нас есть легкая атлетика, плавание. И везде с тренером. Сегодня Марина помогает Галине Анатольевне в проведении занятий. Она отмечает, что спорт влияет положительно не только на здоровье таких особенных детей. Среди себе подобных у них начинают проявляться лидерские качества. Они стремятся к победам, равняясь на старших, уже добившихся больших успехов. Среди них Александр Спицын, мастер спорта по легкой атлетике, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпион и рекордсмен России по метанию диска. В хорошей форме всегда лучше чувствуешь себя и физически, и морально. Но это интересно на самом деле. Также ездить на соревнования, проверять себя в первую очередь. Ну и чего-то достигать в жизни. Не нужно сидеть на месте. Александр занимается легкой атлетикой всего 4 года и уже успел добиться определенных высот. И самое главное, несмотря ни на что, он остается открытым, позитивным человеком с оптимизмом, смотрящим в будущее. Я вообще забываю, что он на коляске. Я ему всегда говорю, давай сюда, давай туда, приходи сюда, тренировку тебе там. У нас нет такого, что его надо отвезти, привезти. Он полностью чувствует, мне кажется, себя очень уверенно. И это хороший пример для других. Кому, как ни Саше, знать, насколько важна для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья безбарьерная среда. Если, в общем, по городу пока еще все далеко не идеально, на спортивных объектах сделано многое. Открытие нового корпуса было на Черновицкой. Там же так же все и туалеты, и душевые, и пандусы. Все есть. Все, да, хорошо. На прошедшем в июне этого года чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александр стал пятым по метанию диском. Вполне возможно, впереди спортсмен ждет участие в Паралимпийских играх. Его пример еще раз доказывает, можно и нужно жить полноценной жизнью. Тем более, в последнее время становится больше специально оборудованных спортивных комплексов, учреждений, культуры и других объектов, посещение которых делает жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья более полной. В четверг вечером рязанцы наблюдали, как недалеко от торгового центра «Премьер» бегала леса. Соответствующие фотографии размещены в одной из социальных сетей. По словам автора фото, животное бегало у пешеходного моста через реку Павловка. Жители города еще не забыли, как не так давно по улицам Рязани бродил лось. А в начале этого месяца сотрудники региональной службы МЧС спасли лебедя. Историю знает Галина Ершова. Дикая перелетная птица или беглец из зоопарка. В Рязани сотрудники МЧС спасли лебедя. В начале октября горожане обнаружили птицу на дороге в поселок Дядьково. По словам очевидцев, птица лежала на проезжей части и чудом осталась жива. Неравнодушные люди перенесли белоснежного красавца на обочину и позвонили в службу спасения. При поимке, рассказывают МЧСники, птица не сопротивлялась и людей не испугалась. Лебедь выглядел хорошо, без повреждений и благородного белого цвета. Из-за этого спасатели предположили, что он ручной и обратились в расположенный рядом зоопарк. Мы сначала туда приехали, думали, это ихний. Но там я поговорил с электриком. Он говорит, что зверей уже там не было, никого не было. Он говорит, что у них постоянно сбегают они, и то енот там сбежит. То есть связаться с хозяевом мы не смогли и приняли решение отвезти его в парк. Сейчас лебедь находится в привычных для себя условиях. В его распоряжении целый пруд. Птица активно плавает, расправляет крылья, охотится на мелкую рыбку и лакомится угощением людей. Кстати, на большую аудиторию и крики маленьких детей реагирует дружелюбно. Не агрессивный, немножко прошипел сначала, но в салоне автомобиля вел себя очень спокойно. И когда выпустили его в свою виву в естественную среду, я думаю, он очень обрадался. Лебедь настолько освоился, что в среду сотрудники комплекса обнаружили его на втором этаже гостиницы. Крылья птицы оказались не подрезаны, и он легко перелетел в невысокую ограду пруда. Однако в том, что птица дикая и в черте города оказалась случайно, сотрудники комплекса сомневаются. Нет, не дикий, скорее всего, что может быть откуда-то улетел, крылья были не подрезаны, может быть где-то запутался. Поступил в хорошем состоянии, немножко, мы думаем, что, вообще мы думаем, что это самка. Немного боялась, несколько дней с опаской ела хлеб, зерно, что-то вот такое. Сейчас уже окончательно, мне кажется, здесь прижилась. С наступлением заморозков птицу переведут на дальнее озеро, где для нее уже заготовлен отдельный вольер. Также в скором времени лебедю обещают найти пару. Для этого сначала определят пол и возраст птицы. Необходимые тесты проведут зимой, когда белоснежное создание полностью адаптируется. Благодаря внимательным людям город украсила прекрасная гордая птица. Но с наступлением холодов в помощи граждан будут нуждаться и более привычные животные. Именно от нашей заботы зависит, смогут ли они жить и радовать глаз. 1 октября открылся зимний сезон охоты. Одновременно с этим продолжается спортивная любительская охота на водоплавающую дичь. Наша съемочная группа побывала в самой чаще леса, чтобы выяснить, каким образом ведется контроль по охране и разведению диких животных и на какую дичь сегодня разрешено охотиться. Охотничьи угодья Рязанской области готовы к новому сезону. Ружья начищены, животные ни о чем не подозревают. Еще не закончился сезон охоты на пернатую водоплавающую дичь, на полевую, боровую. Пролетает северная утка над большими водоемами. Одновременно с этим открылся зимний сезон. На копытных животных лось, косуля, это открыто с 1 октября по 31 декабря. Открыты охотно на пушные виды, куницы, янтовидная собака, как я уже сказал, лисица. Охотно на эти виды продлится до 28 февраля уже 2017 года. Для сохранения численности животных и определения количества возможного отстрела в угодьях проводится подсчет дичи. Бывает авиаучет, учет водоплавающей дичи, на глухариных и тетеревинных таках, на подкормочных площадках, где учитывают кабана. В этом случае считать животных надо сидя на этой вышке. Сидишь 3-4 часа. За этот новый промежуток времени, как звери приходят сюда, ты их записываешь. Это подкормочная площадка для кабанов. Зерно сюда привозят работники охотничьего хозяйства. В основном животные питаются ночью, чтобы их никто не спугнул. И в большей степени подкормка происходит зимой, так как им сложнее достать себе корм. А это солонец. Здесь расположена соль для того, чтобы лось мог приобрести необходимые витаминные минералы. Но полакомиться здесь может не только лось, но и зайцы. С помощью дождя соль стекает вниз по пню. Он пропитывается ей, и зайцы могут облизывать соль. Охотиться на зайцев можно только до 15 января в целях сохранения их численности. Сейчас в области порядка 9,5 тысяч зайцев-беляка и 5 тысяч русака. Из них возможно отстрелять полторы тысячи голов. В этом году, скажем, у нас к добыче запланировано, ну, без там нескольких голов, 200 голов лосей. Также с косулей можно сказать, что численность растет потихонечку, и также мы отстреливаем порядка 100 голов. Под запретом находится кабан. В связи с африканской чумой свиней до 1 декабря охотиться на него нельзя. За 5 лет численность животных целенаправленно снизили в 8 раз. В итоге должно остаться порядка 700-800 животных. Без кабана тяжеловато, туговато, конечно. Лес уже пустой. Ездишь, то раньше везде переходы, а сейчас одни лисы, и зайцы так бегают. Для того, чтобы животные могли хорошо закрепиться на угодьях, для них должны быть созданы все условия. Инспекторы Росохотнадзора раз в три года проводят проверки территорий охотохозяйств. У них должна быть карта хозяйства, где на определенное количество гектар должно быть 5 подкормочных площадок для кабана, 3 слонца на лося, 20 подкормочных площадок на зайца и слонцов. Итак, кто влез, добро пожаловать. Все блага для людей также существуют. Кто-то привык в палатках, другие в домиках. Главное, дорогие охотники, не забудьте взять с собой ружье. И к другим темам. В санатории Сосновый Бор сотрудникам не платили зарплату. На сайте Генпрокуратуры появилась информация, что с марта по август этого года руководство задолжало сотрудникам более 7 миллионов рублей. В итоге зарплату не получали 165 работников организации. Причем возможность платить коллективу была. Однако деньги директор санатория тратил на приобретение хозяйственного инвентаря, оплату культурно-развлекательных мероприятий, покупку рассады цветов. Помимо этого, руководитель санатория брала у стороннего лица заемные денежные средства, которые расходовались на пополнение оборотных средств организации. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также погашение задолженности по заработной плате. В том числе изучается финансово-хозяйственная деятельность организации. Расследование уголовного дела продолжается. Вообще, Солочи – это уникальное место, с которым рязанцам поистине повезло. Люди годами восхищались красотой природы и целебным воздействием на организм соснового леса. Известные художники, писатели, театралы 20 века по достоинству оценивали жемчужину рязанского края. Здесь создавались шедевры мировой литературы. Но о том, что Солочи можно не только наслаждаться прогулками, но еще и провести культурный досуг, знают немногие. Уникальная выставка расположилась в самом центре поселка, в гостинице «Боровница». Сюда сбегают от городской суеты, чтобы подышать лесным воздухом и насладиться красотой соснового бора. Но о том, что этот самый сосновый бор вдохновлял таких именитых писателей, как Солженицын, Пустовский и Гайдара, знают немногие. А ведь именно в Солочи они написали свое лучшее произведение. Об этом, как никто другой лучшим, рассказывает известный рязанский скульптор Лариса Лысенина. Солочи всегда привлекало внимание и писателей, и художников, начиная с начала 20 века. То есть красота ее настолько была притягательна, что здесь работал Пустовский. И его произведения по мещерской стороне, его сказки, его рассказы о жителях, о природе, они уже стали просто шедеврами. Современники высоко оценили фотографический таланта Пустовского и признали художественную ценность его снимков. А представленные на выставке работы являются уникальным кровеческим материалом, позволяющим воссоздать исторические реалии жизни Солочи первой половины 20 века. Здесь же вместе с ним жил и фрейрман, а он написал «Дикую собаку Динго» здесь. Они здесь очень много воспоминаний о том, как они здесь удили рыбу, как они встречались, какие у них приключения случались. Здесь работал и Аркадий Гайдар, и написал здесь Тимур и его команда. Здесь было написано «Чук и Гек». В этом же музее на следующей экспозиции можно увидеть рабочее место другого писателя – Александра Солженицына. Сосновый бор стал кабинетом и для него. Походный письменный стол, стул, опишущая машинка калибри, радиоприемник с пидолом, фотоаппарата, ручки, карандаши и другие предметы – все это воспринимается как часть музейного пространства. Не только этот патефон служил для того, чтобы слушать пластинки. Он прятал там рукописи. Человек, который прошел ссылку, тюрьмы, человек, который постоянно ощущал к себе пристальное внимание власти, он, в общем-то, вся его жизнь была построена так, чтобы делать свое дело, но и прятать на некоторое время свои рукописи. В Рязань Александр Солженицын приехал после реабилитации в 1956 году, потому что здесь работала в институте его первая жена Наталья Решетовская. В сущности, Рязань – это город, в котором Солженицын стал знаменит. Именно здесь был написан один день Ивана Денисовича. Он прожил в Рязани 12 самых плодотворных лет, а здесь появился Матрёнин двор и другие произведения. Здесь он начинает архипелаг ГУЛАГ, круг 1, раковый корпус. Если быть еще точнее, эти произведения он писал здесь, в Солоче. Студенты-медики из 19 городов страны приехали в Рязань на соревнования по плаванию. В течение двух дней на базе медуниверситета проходил открытый всероссийский чемпионат среди студентов медицинских вузов России. Такие масштабные соревнования среди студентов организуют впервые в современной истории страны. Тем, кто сознательно выбрал обучение в медицинском вузе, остаться в профессиональном спорте оказывается довольно сложно. И то, и другое требуют полной самоотдачи и большого количества времени. Однако сегодня здесь, в бассейне «Аквамен» собрались именно такие герои, которым удается совмещать. Парадокс именно в том, что вместе с серьезнейшей учебой, с очень большими учебными нагрузками, ребята ищут время, приходят, тренируются, болеют за свой вуз и поэтому достигают очень приличных результатов. Очень рады, что среди медицинского спорта, студенческого, наконец-то появились серьезные соревнования, как первенство России. Иваново, Новосибирск, Челябинск, Кубань, Москва, Самара. География вузов участников чемпионата обширна. Для кого-то это первый визит в Рязань. А вот москвичи уже в третий раз в гостях у РязГМУ. Им условия, созданные в бассейне, кажутся наиболее комфортными и для тренировок, и для соревнований. Напомним, бассейн «Аквамен» внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Мы в третий раз уже приезжаем в ваш город, в этом бассейне мы тоже в третий раз. На самом деле, это самый лучший на данный момент бассейн. У нас просто в Москве идентичный, прям такой же почти. В одной программе построены. Городов много, ребят сильных тоже достаточно много, но мы готовились уже порядка полугода, поэтому рассчитываем только на лучшие. Чемпионат включен в план значимых мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Соревнования направлены на формирование здорового образа жизни, привлечение студентов к регулярным занятиям плаванием, повышение качества спортивного мастерства и укрепление спортивных связей между вузами. В финальный день соревнований в Рязань приехал шестикратный рекордсмен мира, восьмикратный рекордсмен Европы, 22-кратный рекордсмен России Евгений Каратышкин. Он провел встречу с рязанскими спортсменами, студентами медицинских вузов, участниками соревнований. За, скажем так, количество и качество спортивных плавательных бассейнов, конечно, я переживаю всем сердцем, чтобы в России было как можно больше. И это огромный, огромная заслуга ректора, за то, что он ухватился за проект 500 бассейнов России. В завершении открытого чемпионата по плаванию среди медицинских вузов Евгений Каратышкин провел в бассейне Аквамед уникальный мастер-класс. Такой была эта неделя. Напомню, все новости и другие программы моих коллег вы можете увидеть на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok